Добрый день, наши дорогие читатели! Сегодня вы в гостях у Басика, нашего замечательного хранителя отдела иностранной литературы. Басик, поздоровайся с ребятами. Хеллоу! Гутен так! Басик, ты любишь читать? Конечно! Я очень люблю читать книги, особенно сказки. И у тебя есть любимые? Да, моя любимая сказка про ослика, собаку, петуха и про умного, хитрого и находчивого кота. Но куда же без нас, котиков? А, я, кажется, поняла. Ты имеешь в виду сказку «Бременские музыканты». Угадали! Ну что же, ребята, тогда я предлагаю послушать вам одну интересную историю. Оказывается, братья Гримм были не только сказочниками, они были настоящими учёными, филологами. И за свою жизнь они не написали ни одной сказки. Ничего себе! Как интересно! Мне тоже интересно, но зато, путешествуя по своей родной Германии, они собирали интересные истории, волшебные истории, и записывали их со слов сельских и городских жителей. За десять лет у братьев накопилось более двухсот таких историй. И что же им делать? Они решили их написать, напечатать и превратить в сказки для взрослых и детей. И вот только благодаря этому вы, дорогие ребята, познакомились с такими замечательными сказками братьев Гримм, как «Бременские музыканты», «Золушка», «Рапунцель», «Русалочка», «Мальчик-спальчик», «Госпожа-Метелица» и многие-многие другие. Как увлекательно! Конечно! Ведь я до сих пор сама люблю сказки. Ведь сказки, они учат добру, учат помогать друг другу, не обманывать никого, учат любить людей. И в честь писателей-сказочников названы многие улицы, парки, площади, музеи, театры. Им ставят памятники. Но очень мало наберется скульптур, которые посвящены не авторам, а их литературным героям. Я знаю такую скульптуру. Это бронзовая скульптура, на постаменте которой находится осёл, на спине его собака, на спине собаки кот, и на самом верху петух. Так это же моя любимая сказка, «Бременские музыканты». Правильно! Какой ты умный, Басик! А может быть, ты знаешь, и в каком городе находится эта замечательная скульптура? Конечно! В городе Бремен. Ой, молодец! Ну что же, тогда, ребята, давайте послушаем эту замечательную сказку «Братьев Гримм» «Бременские музыканты». Жил когда-то на свете мельник, и был у него осёл. Но вот состарился осёл, не мог он уже работать, таскать на спине мешки с мукой, и хозяин перестал его кормить. День поголодал осёл, два, а на третий решил. Придётся самому добывать пропитание. Голос у меня громкий, стану-ка я бродячим артистом. И отправился осёл в город Бремен. Шёл он, шёл, и видит, лежит у обочины охотничий пёс. Уши обвисли, хвост в пыли, глаза грустные. «Что с тобой случилось, дружище?» спрашивает осёл. Постарел я, Нюх уже не тот, преследовать зверя не могу. Вот хозяин меня и выгнал. Вздохнул пёс. «Пойдём со мной, в город Бремен», позвал его осёл. «Голос у тебя звонкий, станем уличными музыкантами». Пошли они вместе. Видят, сидит кот, усы седые, хвост облезлый, глаза зелёные от тоски. «Отчего ты такой, грустный кот?» спрашивают осёл и пёс. «Ой, мученье, мученье!» промяукал кот. «Когти мои притупились, зубы поистёрлись, мышей ловить не могу, видно, помирать пора». «Не горюй!» утешили его осёл и пёс. «Пойдём с нами в город Бремен, станем бродячими артистами, голос у тебя мелодичный, будешь с нами петь». Теперь уже пошли они втроём. Глядь, бежит по дороге петух, гребешок набок, хвост растрепался, крылья обвисли, пыль метут. «Кукаряку!» вопит петух, хочет хозяйка меня старого поймать, ощипать, да сварить. Еле догнали осёл, пёс и кот петуха. «Постой!» кричат. «Не хочешь в суп? Пойдём с нами в город Бремен. Голос у тебя заливистый, чистый, станем бродячими музыкантами!» Пошли они вчетвером. До города Бремена ещё далеко, а до ночи совсем близко. Проголодались будущие музыканты, холодно им и страшно. Тут дорога повернула в лес, и увидели они вдали, огонёк. Оказалось, это домик лесных разбойников. Заглянул осёл в окошко, а там огонь в очаге горит, стол от еды ломится, а за столом сидят грозные разбойники, и у каждого в руке острый нож. «Погреться бы у очага», сказал осёл. «Вздремнуть бы немного», подхватил пёс. «Да есть хочется, добавил кот. «Как бы нас с орех не съели», возразил петух. «Думали они, думали, как бы разбойников прогнать и сами поесть да отдохнуть. И придумали». Я сказал осёл, встану под окном, ты, пёс, влезай ко мне на спину, кот к тебе на спину спрыгнет, а петух взлетит на голову коту и разом грянем, запоём во весь голос. Так и сделали. Выросла за окном разбойничьего домика звериная пирамида. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- В ужасе кинулись к дверям и помчались в лес. А бродячие музыканты — осёл, пёс, кот и петух — ввалились в пустой дом. Наелись они досато и решили отдохнуть. Осёл разлёгся в углу, пёс растянулся перед очагом, кот свернулся калачиком под лавкой, а петух важно расхаживал по столу и клевал крошки. А помнились разбойники и послали самого младшего посмотреть, кто решился их из дома выгнать. Открался к дому младший разбойник, только отворил дверь, как осёл его со всей силой легнул копытом. Отлетел младший разбойник к очагу, а там пёс как вцепится ему в ногу. С испугу полез младший разбойник под лавку, а там кот чуть ему глаза не выцарапал. Скачал младший разбойник с перепугу на стол, а петух как подпрыгнет, да как клюнет его в макушку. Тут младший разбойник и вылетел прямиком в окошко, а вслед ему несётся. И гу-гу, раф, мяу, кукаряку, прибежал младший разбойник к своим старшим товарищам и кричит. Беда, захватили наш дом злодеи пострашнее нас. Камнями меня били, ножами резали, глаза норовили выколоть и вдобавок дубинкой по голове ахнули. Как бы они в погоню за нами не пустились! После этих слов бросились разбойники со всех ног в самую чащу. Там и пропали. А бродячие музыканты стали в их доме жить-поживать. Иногда они наведывались в город Бремен, ходили по дворам и площадям, пели и играли. Осел грохотал копытом в барабан, пес дергал лапой струны гитары. Кот тренькал колокольчиком, а петух был бил крылом в бубен и кукарекал во все горло. Басик, что случилось? Ведь у сказки счастливый конец. Но оно закончилось так быстро! Не расстраивайся, дорогой Басик, у нас впереди еще так много интересных сказок, рассказов, стихов. А пока попрощайся с ребятами. Бай-бай! До новых встреч, мои дорогие друзья! До свидания! До новых встреч!